и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры прежде всего хочу поблагодарить всех вас за многочисленные комментарии которые вы оставили под предыдущим моим видео которое было посвящено стриму моему стриму вместе с таким блогером как псевдоним тире россии ну что можно сказать 1 блин оказался никомом надеюсь в дальнейшем будет еще интересней тем более я далеко не все вопросы задал нашим армянским оппонентам да и сам стрим можно сказать был на скорую руку а теперь давайте не будем скажем так углубляться куда-то глубоко в терния сразу перейдемте главной темам данного моего видео о чем же мы с вами поговорим мы с вами поговорим о национализме нацизме которые все еще летает над таким государством как армения и попытки армянство выставлять других людей другие государства лжецами преподнося себя как основоположниками великой победы действительно великой также мы поговорим о российско-армянских отношениях что тоже немаловажно заденем поневоле аспект касающийся армянской лжи когда армянство искажает слова чтобы как-то хотя бы чуточку уколоть азербайджан и правительство азербайджана правитель ли азербайджана глав азербайджана также мы поговорим и о ситуации в самой армении исходя из тех статей и видео которые вы мне прислали поневоле затронем и то что происходит самой россии ну что ж приступим и начнем с первой статьи да ее просмотрели было только 378 человек 16 поставили лайк но дело не в этом меня крайне заинтересовала данная статья тем что армянство в неочередной раз старалась набить себе марку и выставить азербайджанскую сторону лжецами говоря что азербайджан ничего не внес кроме нефти в победу великой отечественной войне интересно а разве нефтяники которые с утра до ночи добывали эту нефть не вложили можно сказать половину в ту самую великую победу своего труда добывали эту нефть думаю что да думаю что были многие из них заслуживают звание героев даже советского союза учитывая их труд может быть ошибаюсь тогда попробуйте опровергнуть слова жукова и прочих маршалов которые говорили что азербайджан внес колоссальный вклад в победу а те многочисленные азербайджанцы которые стали героями советского союза разве они не внесли вклад в победу а вот давайте рассмотрим в неочередной раз я вынужден а вернуться к этому аспекту о вкладе в победу интересно что же вложила армянство я знаю что они скажут среди нас было много маршалов я уже говорил что такой что большинство из этих маршалов получили звание маршала после смерти сталина уже интересно второе один из этих маршалов не должен был дожить до звания маршала так как нанес колоссальный ущерб советской армии это багромян 220 тысяч это только официальные числа погибших советских солдат тем более на начало войны такой ущерб это можно сказать непоправимый ущерб ущерб который нельзя было чем-либо покрыть был нанесен именно багромяном кроме этого почему армянство не говорит о перебежчике из советских спецслужб который осуществил сдачу многих наших советских разведчиков почему армянство не говорит что при багромяне прошу прощения при так называемом сталинском карателе я имею ввиду берии служила три армянина трое его замов один из которых очень любил калечить уродовать людей допрашивая их ломая включая героев советского союза я уже делал о нем видео я не хочу сейчас на этом заострять ваше внимание но что же армения такого вложила чего не вложили другие страны простой вопрос если армянство опять скажет что среди азербайджанцев нету звание он никто не получил звание маршала так я уже объяснял и еще раз объяснил был негласный указ никто из мусульман ведь не только же азербайджанцы воевали никто из мусульман не получил звание маршала все были представлены только представители христианской нации русские белорусы украинцы поляки и так далее неужели среди мусульман никто не воевал не заслуживал данного звания да были такие название маршала это была запретная тема кстати об этом там аспекте говорил и андропов в свое время гейдару алиеву он хотел чтобы гейдар алиев пришел на его место но он сказал что мы не можем пропустить не христианина вот вам факт и слов самого андропова давайте пойдемте дальше говоря о так называемом вкладе армянство стоит еще осветить такой момент о котором я уже говорил и не только я это поддержка дашнак цутюн партии дашнак цутюн в тридцатые годы гитлеровской политики касающиеся холокоста почему то об этом армянство тоже не любит говорить очень важно что данные документы были найдены в конгрессе сша который ну никак не назовешь проазербайджанским не так ли про российским но даже тут скажем так сша не посмела покрывить душой я уже показывал эти документы в которых написано все что касается этого аспекта поддержки дашнаками и армянскими националистами гитлеровской политики сейчас в связи с этим идет очень большая полемика в интернете так же как идет громаднейшая полемика и в отношении деда пашиняна касающиеся того что его дед служил в сс кстати я уже говорил об этом и хочу еще раз повторить на мой взгляд вот эта особая дружба между пашиняном и соросом возможно кроется именно в том что и сам сорос и дед пашиняна когда-то служили одной и той же нацистской структуре сс возможно в этом заложено их вот это душевная дружба такое складывается во всяком случае у меня отношения не знаю как у вас я не буду показывать остальные статьи касательно на того в каких нацистских отрядах служил его дед этих статей очень много в интернете вы можете спокойно открыть меня в данной же статье заинтересовал один момент и вот тот самый момент который меня как раз таки и заинтересовал тут как говорится чем дальше в лес тем больше дров по версии армянских властей из и джевана в 1941 году были призваны два николы пашиняна уже интересно причем оба были 1913 года рождения еще интересней один из них пропал без вести в феврале 1943 года давайте запомним февраль 1943 года а другой в какой-то момент стал сотрудничать с нацистами неизвестно когда именно и был убит в сентябре 1943 то есть в феврале месяце одного и того же года пропадает как старается выставить это дед пашиняна и в сентябре того же года умирает скажем так полный тезка деда пашиняна который воевал уже на стороне нацистов с февраля по сентябрь давайте посмотрим сколько же это составляет месяцев 9 то есть согласитесь дед пашиняна мог спокойно пропасть в феврале 1943 попав в плен быть перевербованным и в сентябре и в сентябре быть уже убитым как сторонник скажем так нацистской германии или такое не могло быть вполне тем более очень важны но здесь есть еще два аспекта которые подтверждают данное мной высказывание нельзя также не отметить что никол пашинян не предоставил ровным счетом никаких документов подтверждающих что отчество его деда аракелович то есть то есть отчество его деда соответствует отчеству того кто пропал без вести воюя в советской армии а не вартанович они соответствуют отчеству того армянина который воевал в нацистской армии успел повоевать то есть он не предоставляет никаких толком документов но утверждает именно что его дедом является аракелов а не вартанов более того смущает что данные про аракеловича крайне размыты в качестве даты рождения указан лишь год интересно окончательно пролить свет на ситуацию может пожалуй лишь 80-летний Вова Пашинян то есть отец армянского премьер-министра представив СМИ свою метрику в которой указано отчество его отца пока он этого не сделает у общественности есть все основания считать Николу Пашиняна потомком нацистского коллаборациониста ну что можно сказать опровергнуть данные факты на мой взгляд действительно может только отец Николы Пашиняна а его молчание на мой взгляд именно подтверждает правоту тех высказываний касающиеся того что дед Пашинян нацистский преступник сейчас скорее всего его отец отец Николу Пашиняна будет стараться каким-то образом скажем так затереть эти данные затереть отчество возможно поменять отчество очень важно не дать этому свершиться давайте пойдемте дальше и перейдемте к статье жители региона СКР нашел россиян размещавших фото нацистов сейчас многие скажут а при чем здесь армянство ну так вот давайте опустимся сниже и обратим внимание на тот момент из каких област из каких областей загружались данные фотографии нацистских преступников и вас это наверное многих далеких от понятия армянство удивит ну что ж приступим фото гиммлера появилась на сайте бессмертного полка в разделе ростов на дону ростов на дону это тот самый город который в скором времени наверное будет перенаселен представителями армянства либо как минимум метисами в скором времени это будет один из тех городов которых русское население будет представлять из себя меньшинство в связи с этим неудивительно на мой взгляд данное выставление фотографии фото гиммлера юг россии уже давно находится под армянством можно было бы сейчас привести многочисленные примеры это и памятник точнее сказать стелла в российском в русском городе армавире нацистскому преступнику нжде в качестве примера и другие моменты когда в день победы именно на юге россии появлялись портреты почему-то нжде в дни именно парадов это очень важный аспект вторая фотография второе фото тоже появилась в очень интересном из очень интересного края давайте прочтемте администраторы группы челябинского торгового развлекательного комплекса космос в социальной сети вконтакте 7 мая признались что по ошибке опубликовали фото гиммлера гитлера среди портретов участников великой отечественной войны в сообщении трк устроили виртуальную акцию имена победы пользователи присылали фотографии родственников которые участвовали в войне один из подписчиков отправил снимок молодого адольфа гитлера с подписью сумин владимир владимирович администраторы сообщества опубликовали этот снимок почему я с такой скрупулезностью прочитал этот момент потому что давайте вспомним недавно мое видео где я рассказывал о том что на челябинском телевидении на одном из челябинских каналов утром граждан челябинской области порадовали исполнением песни посвященной дроссману канаяну песня называлась дашнагдро не странно ли то есть в отношении челябинска уже два момента которые свидетельствуют о некой нацистской прослойке при этом в одном случае это прослойка была имела отношение к армянству вторая пока якобы неизвестна многочисленные факты свидетельствуют о том что любая реклама нацизма на территории россии к ней обязательно имеет отношение определенная часть армянства для того чтобы не быть голословным я опять вынужден заново огласить эти скажем так свидетельства первое это установка стелы ЛНЖД посвященная нацистскому преступнику ЛНЖД в Армавире это песня посвященная другому нацистскому преступнику дроссману канаяну но на одном из челябинских каналов это глумление над героем советского союза на одном из российских каналов имеется ввиду ТНТ и также это попытка каким-то образом защитить нацизм на том же самом канале ТНТ скажем так среди кураторов которого тоже замечены представители армянства которые не понесли никакой ответственности за данный аспект я мог бы продолжить перечислять данные моменты это и дружеские отношения между властями Армении и такой личностью которая недавно покинула землю как Лимонов это и статус беженца который дали власти Армении русскому нацисту Шишкину националисту даже этой части фактов хотя это только часть фактов достаточно чтобы четко указать что в любой рекламной в кавычках акции на территории России где рекламируют фашизм так или иначе можно найти армянский след или след от армян от армянства таково мое мнение при этом мнение которое базируется на конкретных фактах не так ли давайте пойдемте дальше когда я говорил что армянство имеет определенное отношение к любому рекламному ходу в котором прославляется так называемый фашизм нацизм я сейчас приведу еще один небольшой ролик и я очень боюсь что и в данном случае нужно искать кого-нибудь из представителей армянства в отношении осуществления записи данного ролика где тоже гиролизируется нацизм фашизм почему я это утверждаю и я уже объяснял приводя достаточно большой список свидетельств об армянском следе в любой рекламной акции касающейся нацизма на территории россии но то что вы сейчас услышите у меня например волосы стали дыбом потому что то что вы услышите это звучит в россии давайте послушаем и люди стоят и слушают это это страшно давайте послушаем товарищи прекратите бессмысленное кровопролитие немецкий народ вам не враг не давайте и с вами будут хорошо обращаться вы получите вкусную горячую пищу и теплую одежду а если вы ранен медицинскую помощь немецкие солдаты ваши друзья товарищи прекратите бессмысленное кровопролитие немецкий народ вам не враг сдавайтесь и с вами будут на этом пожалуй я остановлю данный ролик это страшно когда листовки нацистской германии озвучиваются в 2020 году после 9 мая потому что данный ролик был загружен 16 мая и люди явно проходили мимо когда звучали ли данные высказывания неужели людям все равно это страшно видимо армянство тихой сапой добивается своего я не говорю про армянский народ потому что были армяне которые воевали отдавали жизни но что то я не слышу их речи в интернете чьи деды воевали и отдали жизни почему они молчат неужели им это нравится все те факты которые только что перечислил не думаю ну а мы идем с вами дальше два начальника управлений генпрокуратуры покинули свои посты да мы переходим уже можно сказать на скажем так на деяния и на реформы одновременно то есть на деяния армянства и на реформы в России назовем так данную небольшую фрагмент моего видео о чем же здесь говорится в данной статье два начальника управления генеральной генеральной прокуратуры РФ которые занимаются надзором над следствием вы вдумайтесь какие должности и чем они занимались покинули свои посты об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в генпрокуратуре в отставку ушли Владимир Юдин это нормально возглавлявший главное управление по надзору за расследованием особо важных дел и Юрий Карапетян руководящий главным управлением по надзору за следствием дознанием и оперативно разыскной деятельностью то есть это это те личности которые могли спокойно валить как говорится вину со здоровой головы с больной головы на здоровую есть такая поговорка это именно поговорка которая как нельзя лучше подходит к данным двум типам которые занимались именно этим переносом вины обе эти личности имели скажем так близкие отношения с такой личностью в прокуратуре как Юрием Чайкой что уже крайне ярко в кавычках описывает деяния данных личностей не так ли и то чем они занимались учитывая хотя бы тот момент что Юрий Чайка крышовал армянство но есть одно но которое меня немножко напрягает да прокуратура россии и прочие скажем так силовые органы россии очищаются от грязных чиновников погонах но не приведет ли это к тому что сбудутся мои слова в отношении расшатывания россии не приведет ли это к тому что люди в погонах скажем так не найдя общего не смогут найти общую тему для разговора с властями россии а в свою очередь не приведет ли это дисбаланс в общении скажем так к расколу россии думаю что вполне возможно и что к этому и идет потому что как ни для кого наверное не секрет армянство захватив сми захватив определенные и скажем так ранги в правительстве россии своим вот этим действиями именно и подтверждают правоту моих слов идет раскол правительство не считая президента подпадать под армянство и под их влияние силовые органы будут выступать против армянства и уже выступают в связи с очистками которые происходят это же раскол или я ошибаюсь ну а мы переходим к следующей статье вот эта статья я уже заранее выделил момент который хочу вам прочитать Армения в роли регионального иуды да здесь пойдет речь уже скажем так о внешнеполитических отношениях между Арменией и Россией а если быть точнее здесь мы поговорим о предательстве которое уже вовсю озвучивается Армении о ее предательских планах также в данной статье меня заинтересовал момент который в наиболее ярких красках описывает болезненную крайне болезненную степень самолюбия так называемых членов армянства из властных или провластных структур о чем же я говорю ну что ж давайте я зачту вам этот фрагмент этот момент из статьи армянские стратеги напоминают что в январе этого года Путин предлагал собраться в формате пяти постоянных членов совбеза ООН чтобы обсудить новый миропорядок дескать Путин ожидал реакции США чтобы усесться с Трампом за стол переговоров где главным будет где главными будут Москва и Вашингтон но сейчас уже очевидно что второй стороной является Китай и это уже не обсуждается обсуждается только вопрос может ли Китай со временем выйти вперед пока США и Китай в режиме противостояния пытаются выстроить двуполярный статус кво остальные же центры должны найти свое место в данном раскладе пишут армянские СМИ то есть Россию уже отодвигают отодвигают кто союзники России Армения армянские СМИ это вообще колоссально что за союзник но давайте продолжим то есть по их мнению Россия окончательно выпала из списка мировых держав и теперь в поисках своего места рангом пониже согласно армянской логике Россия даже стала на одном уровне с Арменией вот здесь уже речь идет о болезненном самолюбии о больном самолюбии ну что ж давайте прочтем тебе об этом аспекте более того оказывается уже не Россия а Армения устанавливает новые правила игры в регионе армяне так и пишут ничуть не скромничая и не ограничивая свои фантазии в этом смысле ключевым является позиция Армении которая установила новый статус кого на Кавказе и новую военно-политическую систему региональной безопасности в связи с этим мне хочется задать один простой вопрос а кто охраняет границу Армении чья база охраняет вообще существование Армении неужели 102 база уже стала армянской базой и неужели те пограничники российские пограничники которые стоят на армян на турецкой границе являются армянами смешно и смех и грех не так ли насколько же надо быть больными в отношении своего самолюбия чтобы даже каким либо образом намекать на свою сверх роль я даже не говорю во всем нашем регионе но в частности хотя бы в Кавказе это уже смешно не так ли с вами продолжим перейдя по следующей ссылке и перед нами открывается как вы можете увидеть видео под названием эксперты о призыве Алиева вернуть Ереван Азербайджану ну что же само название говорит о многом армянство действительно начало бояться тех высказываний которые сделал наш президент и которые со временем привели к созданию правительства в изгнании западного Азербайджана они стали понимать что мы не просто говорим мы действуем и мы действительно можно сказать все больше и больше консолидируемся все вместе вне зависимости от наших политических скажем так взглядов от наших от отношения к тому или иному течению мы стали консолидироваться и армянство это видит потому что как я сказал армянство видимо сфокусировало выступление нашего президента и создание правительства в изгнании западного Азербайджана и Ривана они стали понимать что это не просто слова это дела которые со временем приведут к определенным результатам я не буду запускать данное видео кто захочет сможет его посмотреть потому что эту ересь слушать невозможно мы мы с вами внеочередной раз продолжаем переходим по следующей ссылке да это опять будет видео меня оно заинтересовало как внеочередной факт таланта армян переворачивать слова людей они это проделывали не раз переворачивая слова муталибова переворачивая слова басаева и данный список я мог бы продолжать и продолжать но делала не в этом в данном случае обреза фрагмент где российский политолог кстати политолог которого многие азербайджанцы уважают за то что он сказал правду касательно радикального армянства касательно изгнания азербайджанцев из Кафана и Гугарка они так обрезали данные данные его высказывания чтобы сфокусировать только на негативе касательно министра обороны Азербайджана но министра обороны каких лет они не указали что речь идет о министре обороны и вообще о строении армии Азербайджана в начале 90-х хотя само даже армянство признает что армия Азербайджана начала приобретать форму именно армии только в 1993 году посмотрите как они умеют переворачивать весь смысл я не буду запускать данный ролик кто захочет сможет его прослушать неужели кто-то поверит что что данный политолог может скажем так солгать его его слова просто можно вырезать из контекста и выдать за подтверждение высказывания армянства конечно же я говорю о Проханове но даже его слова армянство удалось переврать перефразировать обрезав именно в таком виде чтобы это выглядело якобы как оскорбление именно оскорбление нынешних властей Азербайджана и Азербайджана практически в целом смешно 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 почему здесь не нету фрагмента где Проханов говорит о возникновении конфликта невыгодно мы же переходим к следующей уже статье зять Сарксяна обвинил Пашиняна в незаконной торговле бриллиантами с данной статьи мы начнем говорить о отношениях внутри армянской так или иначе власти и в ситуации в самой Армении о чем же говорит данная статья в неочередной грабеже лжи армянских властей главным образом как вы поняли даже из названия статьи роль речь идет о Пашиняне бриллианты из Индии незаконно завозятся и доставляются на 2 3 известных завода там они по документам становятся армянскими и по армянским квотам экспортируется за рубеж без каких-либо таможенных выплат об этом там написал зять Сарксяна на своей странице в фейсбуке дальше он продолжал доказательством тому по его словам служит тот факт что в первой квартале 2020 года из Армении экспортировали бриллиантов на сумму 20 миллиардов драмов 40 миллионов долларов для обработки такого количества бриллиантов нужно в среднем 1400 специалистов то есть огранщиков но в Армении по его словам зарегистрировано не более 400 специалистов то есть армянские мастера физически не могут обработать такое количество камней кроме того для этого нужны крупные предприятия которые потребляют большой объем электроэнергии платят налоги и так далее всего этого нет есть только сумма из Армении экспортировано бриллиантов и золото на 20 миллиардов драмов браво 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 после этого армянство любит говорить о коррупции и о каких-то делишках в Азербайджане продажа оружия продажа атомных отходов об этом говорила Грузия продажа бриллиантов продажа органов об этом тоже были многочисленные скандалы продажи детей браво и еще раз браво но этого мало давайте пойдемте дальше продолжим говорить о ситуации в Армении следующая статья носит название последствия вируса грантаедства для Армении статья крайне интересная в данной статье меня заинтересовал один момент тем временем рейтинг Николы Пашиняна стремительно падает поскольку кризис открыл истинное лицо некоторых исправящего блока подождите он открыл лицо и самого Пашиняна здесь почему-то об этом не пишется пришедших ко власти только ради власти кулачные бои которые используются в качестве инструмента отодавления также подтверждают незрелость данных лиц демократия оказалась далеко не демократичной а правление пропитана скандалами здесь я хотел бы поправить того кто написал данную статью подождите а не было скандалов при предыдущих властях Армении не было уничтожения парламента расстрела митингов избиение матерей чьи дети погибли находясь в армии не было этого то есть в общем то скандалы как были так и остаются а власти продолжают свое бесчинство на территории Армении в дальнейшем шесть статьи в последней статье данного моего видео мы с вами как раз таки акцентируем ваше внимание на том моменте когда в армянском парламенте не столь давно произошла драка и вот что об этом говорит Эдмон Марукян прошу прощения который посетил ССС Армении даже в Северной Корее такого нет во всяком случае так называется его статья и вот что он пишет о тех событиях во всяком случае о своем скажем так отношении к тем событиям касающимся драки в армянском парламенте в начале я побывал у суд эксперта потом пришел сюда и дал разъяснение я сообщил обо всем о том что видно в видеоматериале заявил Марукян добавив при этом что процесс продлился около двух часов по словам депутата его ожидания больше больше политические я и в своем выступлении сказал что это политический вопрос и он должен иметь политическое последствие если это не осуждается на политическом уровне то все может повториться каждый депутат может задуматься над тем что после выступления его могут ударить применить насилие сейчас в отношении депутатов парламента применяется цена насилия ли угрожают амбуцману Армении а на следующий день на улице избивают человека сказал глава СА он отметил что таким образом в стране не не осуждается насилие вот вам ситуация в Армении вот вам права человека вот вам великая армянская культура и данный список где фигурировала вот вам был бы бесконечным но на этом я пожалуй остановлю свое видео надеюсь оно было интересным всем до свидания всем пока не болейте подписывайтесь на канал те кто не подписаны те кто подписаны проверяйте подписку пишите комментарии ставьте лайки дизлайки делитесь ссылками на мои видео в соц сетях всем до свидания